Из-за пандемии уровень безработицы в России превысил 6%. Как изменения на рынке труда сказались на гражданах и какие меры поддержки необходимы сегодня, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обсудил с директором социальных проектов компании «Хэдхантер» Виталием Терентьевым. В результате пандемии огромный спрос, вернее, вынужденный был спрос на работу на удаленке. Вот в этой связи хотел бы услышать от вас, что происходит у нас на рынке труда сейчас, какие тенденции вы видите, какие профессии востребованы сейчас, какие будут востребованы, может, через 2-3 года. Ну и в целом вот по этой ситуации с большим удовольствием хочу вас послушать. Больше всего количество вакансий упало в Москве и Санкт-Петербурге на 50%, в других регионах около 13%. Однако, по мнению Виталия Терентьева, данная ситуация не похожа на два предыдущих кризиса. Вакансии в момент кризиса в мае упал на 20%. Но в общем и целом это гораздо ниже показатели, чем показатели, которые были в кризис 2008-2009 и 2014-2015 года. В общем и целом можно сказать, что рынок труда отреагировал очень-очень-очень инертно. Если раньше в момент кризиса работодатель стремился сократить штат, то сегодня компании стараются сохранить персонал, найти программы временного трудоустройства. Но это не отменяет факта, что малый и средний бизнес пострадал. И многие из них уже не смогут полноценно вернуться к своей деятельности. Среди них гостиничные, ресторанные, бизнес-салоны красоты, сферы туризма, искусства, развлечений и масс-медиа. Стороны также обсудили прогноз безработицы на ближайшее время, насколько жители регионов оказались готовы к удаленной работе и что ждет выпускников вузов на рынке труда.